Всем привет! Сегодня я буду делать слайм, но я надеюсь, что получится, так что начинаем. Я возьму вот такой вот контейнер, баночки для смешивания и ложечку из набора Slime Time, так как у меня нету других всяких там ложечек или контейнеров, у меня все закончились. Итак, ну, чтобы сделать слайм, мне, соответственно, понадобится клей и уже открытый контейнер. Я, наверное, сделала белый, слайм на белой основе, потому что, ну, прозрачного клея у меня осталось очень мало. Итак, наливаем клей. Я не знаю, у меня, наверное, в этой баночке я, у меня там половина клея, поэтому, я думаю, что клея нам будет достаточно, потому что будем добавлять не только клей. Теперь мы добавляем пенку для бритья. Так, начинаем. Так. Господи, я никогда слайм не... С пеной для бритья не делала, поэтому... Я только как-то делала с золом для бритья. Либо тут мало пенок. Наверное, все. Итак, теперь начнем перемешивать. Масса уже такая упругая. Видимо, мне попался хороший клей. Как-то у меня никогда такого не было. Ну, пока он не загустевает, так как я не добавила тут раборато. Но мы добавим еще ингредиент. Я решила добавить еще пенки, потому что как-то мало. Пока хватит. За кадром я еще два раза добавляла пенку для бритья. Перемешала все хорошо. И это выглядит вот так вот. Вот так. Теперь добавим ингредиент для мягкости. Я смотрела много видео на ютубе, и там было сказано, что чтобы слайм был мягче, нужно добавить крем для рук, для ног или для лица. Поэтому я хочу его добавить. Вот такой вот крем я добавляю. Совершенно обычный крем для рук, только он немножко с запахом. Но это ничего, я думаю, никак не повлияет. Добавляем совсем чуть-чуть. Мне кажется, я даже много добавила. Я это все перемешала, и теперь нам нужно добавить краситель. У меня есть несколько вот таких вот пакетиков с блестками. Вот такие вот два. И вот такая вот пробирочка с красненькими блестками. Конечно же, я добавлю синие блестки, потому что под голубой как раз подойдет синий. Я сначала не очень много. Пошли, пошли. Лучше, кстати, добавлять сразу в клей блестки. Потому что они так лучше усвоятся, и так будут меньше выпадать. Ну, по крайней мере, я так в интернете видела. Так, пока хватит. Потом посмотрим. И теперь мы должны это все перемешать. Я еще ложку в клей испачкала. Я же должна ей татарборат отмерять. Так, перемешиваем. Так, я добавила еще чуть-чуть блестки. Так, теперь размешиваем. Теперь добавляем активатор. Я добавила вот такую ложечку. Теперь мешаем. Он не загустевает. Ни капельки. А, нет, чуть-чуть загустевает. У меня очень много у нас происходили такие истории. Масса становится все больше и больше. Я не знаю, что делать. Она уже скоро начнет переливаться за края. Тем более... Тем более, надо добавлять еще активатор, потому что... Не загустевает. Я перелила в другую емкость. И он уже... Я немножко добавила еще татарборат. И он уже вот так вот загустевает. Ничего не отрицаю. Слайн получился. Но он очень какой-то воздушный. И он пока липнет. Все равно чуть-чуть. Давайте я палочку уберу. Попробую его. Видите, он липнет. И он очень мягкий. Это... Неужели капельки крема так сильно не подействовали? Ну, он такой мягкий просто и желейный, что как будто это не слайм, а слизь. Итак, сделаем выводы. На этот в кавычках слайм я потратила пол баночки татарбората. И все равно он остался... Все равно он стал не твердым. Это нечто... Я не могу это даже назвать слаймом. Ну, как бы это слайм... Это нечто очень пушистое, очень растекающееся. И мне кажется, что это не слайм. Это какая-то слизь. Здесь вам понравилось это видео. Всем пока.